снова всем welcome это снова я сегодня у нас замечательная погода я решил немного поснимать видосик здесь катаясь по токио на мотоцикле так решил рассказать что же брать с собой на учебу в японию если вы собираетесь ехать на учебу в принципе по работе тоже это подойдет то есть такой небольшой то есть обязательно значит перед выездом обязательно подготовьтесь к капитально то есть возьмите с собой обязательно ноутбук к нему зарядку телефон свой значит и какие-либо там но письменные принадлежности то что в японии немного дороговато так если вы не знаете где купить а так вообще в стоянике можно купить недорого стоян значит и одежда какой там так на на месяц на два хотя бы чтоб хватило там много тоже не надо покупать потому что я здесь можно найти реально дешевую одежду и ну всякие там шубы шапки такие не берите с собой это ни к чему также вам понадобится но хотя бы по минимуму там из таких вот принадлежностей например шампуни там еще что то чем вы пользуетесь там чем вы привыкли пользоваться если у вас там волосы к примеру чувствительные но как это там специальный шампунь вы используете то лучше взять с собой побольше закупиться в россии или где вы откуда вы едете чтобы здесь в японии не искать потому что это будет очень дорого или вы вообще не найдете так вот значит если же вы приехали например в японию по приезду обязательно купите себе сразу за это для зарядников значит переходники адаптеры в розетку и какое-либо например если у вас там телефон да ну sim карту вам обязательно нужно там местную благо сейчас появились free sim карты подробнее о том где найти где купить free sim карту на каком сайте ли можете посмотреть по видео ссылка будет в описании вот значит по приезду в японию когда вы приехали вы только-только грубо говоря устроились ну к себе значит гест-хаус либо же у вас квартира там вам придется идти купить там какие-либо там но порошки я не знаю там зубную пасту щетку там если вы с собой не привезли то то вам придется тогда ехать это в магазин ну я рекомендую вам магазин don kihon don kihot don kihot хороший магазин там продается практически все благо их очень много по значит по токио и искать особо не надо их так скажем забивайте прям в google maps дон кихот и все вот он пожалуйста обязательно советую оформить сим-карту практически сразу по приезду сразу по приезду в токио ближайшие неделю хотя бы и без навигатора стараться не выходить ну скажем так далеко от дома не уходить далеко от дома потому что заблудиться вот как нефиг делать вообще как раз плюнуть поэтому будьте осторожны не не отходите далеко от дома либо ходите вот по прямой вообще по прямой прошли потом обратно прошли в другую сторону по прямой прошли обратно прошли чтобы так запоминалось место потому что здесь очень много маленьких улочек очень много маленьких сквериков храмы всякие там подобные то есть вы можете буквально вот зайти куда свернуть пару раз и и после этого вы уже не найдете как выйти туда обратно скажем так к вашему дому поэтому я вам рекомендую сделать сим-карту сразу же чтобы у вас был навигатор чтобы вы могли спокойненько ездить или ходить куда угодно тем более по навигатору очень хорошо ездить на поездах там вот в google maps там очень много маршрутов на разные разных ну ветках со всеми пересадками со временем прибытия причем время совпадает все это написано там про 801 вот он 801 приходят то есть очень удобно навигатор реально помогает в японии без навигатора будет крайне сложно поверьте мне что еще взять с собой в японию из россии возьмите обязательно какие-то либо там ну допустим продукты либо там шоколадки или еще что-то если вы там первое время может быть у вас будет какая-то акклиматизация будет сложновато жить вам шоколадки помогут либо возьмите с собой бутылку две водки одну можете сами распить а другую подарить но сами распить я объясню почему из-за того что климат начаты климат и миглаф микрофлора значит разных овощей животных рыбы отличается от нашей привычной европейской но или допустим вы захотели поесть суши до сырую рыбу и соответственно у вас получается что вы можете вы вызвать этим расстройство желудка немного и вот чтобы вам нейтрализовать значит это можете съесть 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 на просуши до после запить немного там 100 стопочку вечером водочки выпить и все и нормально будет так вот это вам реально поможет поверьте мне на себе испытал то что вот акклиматизация проходит достаточно долго ну примерно недели две точно то есть привыкает организм этой пищи также разные там кари или или там корейская еда здесь продается и гастрономический рай здесь и реально вам пригодится что-нибудь для от желудка то есть какой может препарат от желудка либо вот это как сказал водочки водочки можно выпить так ну сувенирчики если хотите можете сувенирчики привезти с собой ну там школьным учителям или там если у вас есть друзья здесь друзьям сырокопченой колбасы здесь нет сыров этих копченых нет точнее сыр это есть но очень мало и скудный выбор и копченых сыров практически нет очень сложно найти как это странный типов едет непонятно так обязательно с собой возьмите ну права если у вас есть водительские права на машину и либо же на мотоцикл берите с собой здесь можете сделать перевод прав на ипну на японский язык и и пересдать экзамен получить и водительские удостоверения и японская уже и спокойненько ездить здесь на транспорте на но брать в аренду машину либо мотоцикл очень удобно рекомендую ну соответственно паспорт там какие-либо там дипломы если у вас есть обязательно тоже возьмите дипломы тоже нужны если вы будете потом устраиваться на работу либо поступать какой нибудь там значит университет или еще куда-то то вам диплом там из университета из вашего либо же из какой-то специальных школ на сертификаты из какие-то у вас есть обязательно берите они пригодятся вы потом их можете с собой значит взять и предъявить в любом учреждении в любой школе либо же там в какой-то фирме в крупной если вы будете устраиваться ну и естественно желательно перевести их и заверить перевод где-нибудь в себя в консульстве ну а так хотя бы чтобы у вас они с собой были свидетельство рождение нужно тоже тоже иногда требуется но это конечно специфически иногда требуется иногда нет но лучше иметь с собой это вот все все свои документы но в принципе и все я думаю так то из вещей которые вот необходимы в японии вот она основной вот только вот это но если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавать их комментариях вот если вам понравилось подписывайтесь ставьте лайки а с вами был дэн до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»